Котельная номер 14 обеспечивает теплом и горячей водой жителей сразу трех микрорайонов города. Это Макаренко, Ареда и часть центра Сочи. Раньше обрывы и сложности с поставкой тепла здесь были делом привычным. Теперь, уверяют специалисты, подобные проблемы позади, как и в целом на всех 75 котельных теплоэнерго. Теперь каждая зона имеет свой гидравлический режим, свое теплообменное оборудование, насосное оборудование. В частности, если будет происходить какая-то неполадка на тепловой сети, то не придется отключать полностью котельную или районы. Была замена, была установка нового современного энергосберегающего оборудования для того, чтобы сэкономить. Потому что новое современное оборудование менее энергоемкое, поэтому снижено потребление как электроэнергии, так же за счет этого ушло снижение и воды, и газа. Отопление – одна из самых дорогих услуг в Сочи. Снижение издержек и, как следствие, уменьшение тарифа – сейчас это приоритетная задача. Мероприятия по энергосбережению позволили предприятию не только погашать старые долги, но и снизить нагрузку на потребителей по ряду услуг. На 20% снижен норматив на отопление, дважды понижалась стоимость кубометра горячей воды. Установлен блочный турбогенератор, это Калужский завод турбинного оборудования. Мощность у турбины 750 кВт, то есть вырабатывает электроэнергию. Мы электроэнергию не покупаем у электросетей, а вырабатываем на собственные нужды собственную электроэнергию, которая покрывает летом 100% работы всего оборудования. Я думаю, что если экономика котельной в плюсе, то это отразится, естественно, и на жителях нашего города. За последние три года на котельных в Сочи произошла самая масштабная модернизация. Насосное, теплообменное и котловое оборудование уже прошло все регламентные работы. К началу отопительного сезона будет заменено 15 километров ветхих трубопроводов. Теплосети гарантируют стабильную поставку тепла и горячей воды в дома сочинцев. Осталось дождаться пуска котельных, который по традиции запланирован на 15 ноября.